Радио 54 Первое. Областное радио Все продумывается, рассадка зрителей, безопасная для них, и мы работаем на безопасном расстоянии друг от друга. Музыканты каким образом? Ну сейчас ведут усиленные групповые репетиции, ну то есть малыми группами в отдельных помещениях. По 300-400 человек. У нас маленький коллектив камерный. На сцене тоже у нас рассадка там полтора метра друг от друга, в общем все соблюдается. А в обычное время у вас рассадка сколько? Не знаю, сантиметров 40. Ну прямо близко-близко друг к другу, да? А на качестве музыки это никак не скажется? Ну посмотрим, как нас посадят, какие будут рекомендации к проведению концертов. Пока еще все непонятно нам. То есть еще сами не пробовали в работе, помимо, да? Нет, почему мы пробовали, но как это будет на концерте выглядеть, мы пока не знаем. Обстоятельства 2020 года отдаляют нас друг от друга во всех смыслах этого слова. Ну не во все. Это социальная дистанция, вот это вот все. Но музыка объединяет, я об этом, понимаешь? Музыка нас связала? Конечно. Она является связующим звеном наших душ и сердец. Алексей, как бы как ни тебе об этом знать. Галя, что будет в новом сезоне такого, чего не было в прошлом? Ну и с ближайшего мы с нетерпением ждем концерт 7 октября в рамках Транссибирского фестиваля. Это большое событие и для зрителей, и для нас, музыкантов. Концерт с квартетом имени Бородина. Для меня лично это огромное событие. Я помню, как в детстве, когда я еще училась в Иркутской области, мы туда приехали в Иркутск детским каким-то оркестром на фестиваль, значит. И был в рамках фестиваля концерт этого квартета. У нас не было никакой возможности абсолютно на него попасть. Я не помню, то ли билетов не было, то ли это было очень дорого тогда для нас. И я помню, как мы толпой стояли за дверями зала, прислушиваясь вот ушами вот в щелочке. Абсолютно ничего не было видно. И вот сейчас я хочу сказать спасибо коллективу камерному филармоническому за то, что я имею возможность теперь посидеть с такими музыкантами на одной сцене, поработать. Ну, то есть вот буквально сквозь замочную скважину у вас попало что-то необъятное, да, что от музыки теперь вас, ну, никак не отделит. Да, я уверена. Ну, вот давайте в детство тогда, Галина, вернемся. В каком возрасте случилось вот это историческое событие, скрипка в твоей жизни появилась? Это как? Это вот заставили... Сразу была скрипка или может быть что-то... Да, заставили, повели в музыкальную школу, сказали, вот будешь, должна. Или же что-то увидела сама, прочитала, послушала и тебя сама потянула. Как это было в твоей жизни? У меня была интересная история, я ее плохо помню, но родители рассказывали. В пять лет, значит, к нам в детский сад пришел концерт из музыкальной школы, играли на фортепиано и на скрипке. Значит, после концерта сказали, что вот все желающие могут прийти в музыкальную школу. Я, как сейчас помню, сидела вот у папы на коленках и говорю, хочу. Папа ужасно хотел, чтобы я была пианисткой. Я говорю, нет, скрипка будет. Ну, родители тогда так... А родители на каком этаже жили? На третьем. Так сказать, в центре события они жили. Ну, я к тому, что, знаешь, пианино, рояль на третий этаж еще как-то можно. Ну, девятый, десятый, это уже скрипка однозначно. Ну, к скрипке дома относились с подозрением. В общем, меня отдали на... В каком плане с подозрением? Ну, как-то вот не пойдет, не пойдет. Серьезный инструмент, да? Не захотели. Мама повела меня на какой-то вот... Был такой кружок, где все подряд. Там, значит, хор, танцы, театр. Карате. Да, она говорит, вот давай ты походишь, посмотришь. Я говорю, ну, пойдем. Приводят меня, значит, на хор, выходим с хора. Я говорю, мам, когда скрипка будет? Она говорит, ну, не будет сейчас скрипки. Давай вот ты посмотришь, что-то может тебе понравиться. И соседи такие, пусть не будет скрипки, пусть не будет скрипки. Пожалуйста, боженька, пусть не будет скрипки, да? Вот, значит, идем потом на театр, выходим с театра и говорю, мам, когда скрипка будет? Она говорит, ну, вот... И у нее, значит, была подруга, которая повела своего сына сразу на скрипку. И я с этим мальчиком дружила и как-то встретила его в коридоре со скрипкой. Сын маминой подруги, он уже тогда работал. Я встретила его, вот у него в руках скрипка, и это... И все, мужчина мечты. Мама говорит, была истерика у меня, почему у него есть, у меня нету, меня посреди года. Ну, это нормальная женская история. В неприемное, в неприемное абсолютно время пришлось вести на прослушивание, взяли. Ну, вот я даже не знаю, что мной тогда руководило, что двигало. А потом я, конечно, быстро одумалась, пришло, казалось, что надо заниматься много. А как выбирали первый инструмент? Ну, вот так и выбирали. Нет, я имею в виду саму скрипку. То есть мама пошла в магазин «Мелодия», например, да, в Новосибирске раньше у нас торговали. Смотрит, такая на витрине скрипочка, неплохая так, в тон стенки. Ну, мне было пять лет, я не помню. Ну, скорее всего, с первым инструментом это так и было. То есть они же маленькие совсем под ручки. Ну, наверное, педагогу что-то посоветовал. Ну, ты когда поняла, что, да, надо трудиться, были ли моменты, когда вставала, уходила, топала ногами, говорила, «Все, я заканчиваю», а тебя вовремя останавливали, да? Или нет, прям продержалась все время обучения? Ну, мне быстро это дело разонравилось. Я поняла, что что-то ужасное происходит, надо много заставлять заниматься. Тогда мама, конечно, много вложила в меня. Научила заниматься, научила учиться. А потом, говорят, наоборот, были истории, что меня не пускали в музыкалку, если я плохо училась в школе, например. Удается ли как-то вот пожить какой-то простой человеческой жизнью без скрипки в руках? Или все-таки присутствие в таком замечательном коллективе, достаточно серьезном, предполагает многочасовые занятия музыкой? Да как это выглядит? Конечно, предполагает многочасовые занятия музыкой. Предполагает, но не обезует. А все зависит от загруженности в данный момент концертной. И иногда более-менее свободно мы можем себе позволить пожить. И если у нас серьезная работа идет концертная, то, конечно, это многочасовые занятия. Постоянно график меняется, подстраивается под концерт. И все, ну, в общем, живем по-разному. Наша классическая рубрика в утреннем шоу «Все свои» называется «До-Н-Э», «До начала эпидемии». Мы вспоминаем, как было до, живые глаза зрителей, цветы, аплодисменты. И вот то, что сейчас так нагрянуло в нашем году. В этом году я не об этом хотела спросить. Вот этот период затишья, некого застоя, да, в плане выступлений, поездок и концертов. Насколько тяжело удалось морально? И, может быть, на что-то тоже посмотрела по-другому, для себя открыла новую грань своей личности, на что-то, к чему-то стала по-другому относиться. Как-то вот эта вот пандемия, она на тебя лично повлияла? Как на творческого, публичного человека? Ну, во-первых, конечно, я поняла, что скучаю по сцене, скучаю по зрителям, просто по возможности одеться в платье, каблуки, выйти. На балкон, как в Италии. То есть, ну, бывает, когда очень много работы, когда сильный загруз, ну, кажется, что ты устал, все надоело, и вообще... И период пандемии, конечно, показал, что я без этого никуда, и не смогу без этого. Что это точно твое? Точно мое, да. Да, если отберут, не смогу. В смысле отберут? Ну, все правильно, потому что мы, когда начинаем ценить то, что мы имеем, вот как только мы лишаемся, да, то сразу ценность... Про возможность выступать. Ну да, да, конечно. А где уже выступали, и какая площадка, может быть, запомнилась больше всего? Где было невыносимо прекрасно? Ну, скорее, да, это Мариинский театр в Санкт-Петербург. Буквально в начале этого года мы туда ездили. Восхитительный зал, если я не ошибаюсь, там Мариинский 3 был. Могу ошибаться. Прекрасная акустика, атмосфера шикарная. Ну, очень сильно заряжает. Зритель везде один? Похож? Нет, наверное... Какой в Питере он? Более требовательный? Более открытый? Какой? Сложный вопрос. Ну, ждали, наверное, более требовательного, получили более открытого. Хорошо нас приняли, очень приятно было. Было страшно, все-таки культурная столица. А зрители, наверное, при этом сидели и удивлялись, что в какой уровень... Наверное, это лично мне было страшно, потому что я первый раз в Мариинке, а до меня так, наверное, оркестр бывал там. Радио 54 Радио 54